В Каумасе В Каумасе В Каумасе Были издания, которые издавала Елена Шеремет, Клиада, также в этом участвовала, под руководством Георгия Патриева. Мы хотели создать нечто принципиальное новое. И поэтому мы обратились к долголетнему редактору журнала «Настоящее время» в Риге, Альберту Анатольевичу Снегиреву. И попросили его возглавить это издание, издание литературное, в котором были бы отражены те стихи, которые читаются в храме, в храме, в Каунасе, в Благовещенской церкви. И он любезно согласился, и в прошлом году вышел первый номер «Океанус Сарматикус», и в этом году второй номер. И вот сегодня презентация этого альманаха. Мне хотелось бы поблагодарить всех, кто сегодня присутствует в этом зале, кто нашел время для того, чтобы прийти, для того, чтобы разделить радость индивидуального, духовного, душевного родства. И, конечно, бы особенно счастливых приезд представителей церкви в нашей сегодняшней презентации. Мне хотелось бы предоставить слово, первое слово, первому сегодня выступающему. Это отец Олег, который пришел к нам вместе с Синопедей Иоанной по благословению владыки Иннокентия. Пришел для того, чтобы поздравить и благословить нашу презентацию. Итак, отец Олег, свято-духов монастырь. Христос Воскресе, братья и счастливые! Бористос Воскресе! Для меня тут такое поприще новое. Я пришел просто поприсутствовать, а мне тут сразу посадили вперед. Да, немножко так... Говорить, предполагалось, что буду что-то говорить, но чтобы в президиуме сидеть, как для меня немножко неожиданно. Вот, и я бы хотел начать свое слово со своего, собственно, четверостишня, чтобы не очень скромно. Нет больше радости для человека, чем быть с Творцом и умереть с Творцом. Отдать свой дух в объятия света и вечность сделать бытияленцом. Вот это... эти слова... Ну, это мое, конечно, мировоззрение, это предмет веры моей. Но мне кажется, что, я в это верю, что каждый человек, самое главное, высшее его счастье, это прийти ко Творцу. И стихи, и поэзия, и проза, на самом деле, вообще любое творчество, это как раз вот путь к Богу, кроме того, он должен таковым быть. Я бы хотел зачитать сегодня как раз из этого альманаха, нового, номер два. Стихотворение Натальи Кошиной, когда я его прочитывал, альманах, мне очень понравилось это стихотворение. Мне кажется, оно как раз отражает и сам смысл, и саму суть этого альманаха, и вообще человека, который пишет стихи. Называется «Скучание по Богу». Скучая по старым друзьям и веселому лету, по первой любви, безоглядно спешивших дорогу, по детской печали, похожей на светлую эту, скучаю по Богу. Домашний очаг остывает, и взрослые дети другими дорогами ходят к другому порогу, и круг разомкнулся, и руки упавшие эти. «Скучание по Богу». Скучая по теплому нежному прикосновению, по взгляду родному, летящему мне на подмогу, мы здесь, на земле, привыкая к ее тяготению, скучаем по Богу. Скучаю по редкой минуте, где ритмы и рифмы, питаясь любовью, невольно приходят к итогу, что каждой клеткой и каждой капелькой лимфы скучают по Богу. И если от первого крика до смертного вздоха, душе не унять бесконечную боль и тревогу, я знаю, о чем она просит, когда очень плохо. Скучаю по Богу. Вот это вот скучание по Богу, этот путь, это некая такая внутренняя сила, которая ведет нас всю нашу жизнь. она толкает нас на то, чтобы найти свою идеалу, на то, чтобы оформить, выкристаллизировать слово, которым мы пытаемся выразить суть нашей жизни, суть нашего пути. Это слово мы вкладываем в поэзию и в прозу. Собственно, мне кажется, что поэтам и стихии, даже если, читая их, мы еще не видим, этого идеала, к которому пришел сам пишущий, стихи нам помогают и самим идти по этому пути. Поэтому выпуск, конечно, таких альманахов очень важен. Здесь он показывает широкий спектр возможных таких вот путей, форм. И слава Богу, что такое издается. Спасибо за внимание. Мне хотелось бы зачитать некоторые строки из приветствия архитископа Шиптыкарского и комиссарьянского Петерима устроителям и участникам фестиваля духовной поэзии «Покрова». Мудрое и красивое слово способно отвратить человека от греховных поступков, увести его от погибельного пути и управить стези на добрые и полезные дела. Призываю на всех участников поэтического фестиваля «Божие благословения» Петерим, архитископ Шиптыкарской иконы Зарьянской. И, как бы, продолжая это замечательное приветствие, помнить, я его не зачитываю, мне бы хотелось передать слово и на пене, и у Анне по идее которой совместно с преподавателем средней школы Датьяны поднимитесь, пожалуйста. Вот усилиями вот этих замечательных людей уже проводится второй конкурс детских сочинений. Первое сочинение – это было «Пасхальная радость», нет, «Радительское чудо». Второе – «Пасхальная радость». И вот сейчас вот эти замечательные женщины вместе с Орбком и Петом, с жюри, анализируют эти совершенно искренние, великолепные, чудоносные детские сочинения. И это тоже как бы вливается вот в эту вот стезю духовной литературы, которая, конечно же, способствует духовному возрождению. И сейчас для меня большое счастье предоставить слово Иннокене и Иоанне, которая по благословению Владыки Иннокентий также сегодня пришла на презентацию нашего льмонаха. Пожалуйста. Христос воскресе. Вы знаете, для меня мир поэзии – это мир очень таинственный, очень загадочный. Поскольку я сама никогда не писала стихов, меня всегда поражало вот это свойство, такой дар от Бога, людей, тех, которые могут некой, ну, я так выражусь очень просто, некой комбинацией слов, слов привычных, знакомых, вдруг создать некий образ, который раскрывает невероятное пространство, и ты словно окунаешься в такую благодатную реальность, но можешь ощутить свежесть воздуха, как будто прикоснуться к такой прозрачной чистой воде, глотнуть живительного нектара в этой душе. То есть меня это всегда восхищало, восторгало, но для самой меня это составляло такую большую-большую загадку и тайну. Но единственное, что я понимала, я думаю, что поэты и люди, которые способны создавать такие образы, они наверняка очень чуткие, очень ранимые люди, потому что для них открытые сферы, которые, может быть, могут воспринять очень такие изящные души. И поэтому мне хочется вам сказать, что, наверное, вы все своего рода подвижники, те люди, которые соприкасаетесь с этим миром, и которые не позволяете в своей душе быть заглушенным тем потоком зла, негатива, бутевых проблем. То есть мы же знаем, как это все сложно в повседневности решать массу-массу проблем, но при этом еще слышать поэтические струны как собственной души, так и струны поэзии, которые звучат в окружающем мире. Поэтому я бы хотела вам пожелать на вашем поврище быть верным тем звучанием, тем звукам, которые вы способны слышать, которые вы способны улавливать, которые вы способны вот так красиво в таких невероятных образах передавать, создавать такую тонкую реальность музыкальную. Я вот себе такую шпаргалочку подготовила. Ну, то есть думаю, ну, а что для меня поэзия, я так ее обозначила, что поэзия для меня удивительно тонкая музыкальная ткань, которая, несмотря на свою ювелирную изящность, оказывает мощное и очень сильное воздействие на душу, на ум, на сознание, наводя на глубинное переосмысление жизни. А это очень-очень важно, поскольку имеет прямую связь с самым драгоценным состоянием человеческого духа, состоянием покаяния. «Ведь какое делание наиважнейшее для человеческой души? Делание, приводящее дух наш в смирение и сердце в сокрушение». Большое вам спасибо. Как-то прям слушая такие замечательные слова, как-то сам невольно очищаешься, разрушаешься. И, конечно же, мне бы хотелось особо подчеркнуть, что роль главного редактора, Альберта Анатольевича Снегирёва и его супруги Анны Ильиничны Снегирёвой, конечно, ну, просто светоподъёмно, я бы сказала так, потому что практически эти люди вдвоём сделали этот аймонад. Моя была только идея, честное слово. Понимаете? И Анна Ильинична, она оформляла весь этот аймонад, макетировала. Великолепные у нас вот здесь, в Покровском журнале, иллюстрации нашего художника и поэта, и уже организатора, руководителя студии, литературный логос Владимира Кольцова-Набродского. Этот аймонад представляет собой такую структуру, значит, тексты, светские, я бы сказала так, светские тексты, очень квалифицированные, очень добротные, со всего мирового русскоязычного литературного пространства, и как журнал в журнале, наши Покрова. Я хочу особо подчеркнуть, что Покрова – это такая площадка в православном храме, в Благовещенском храме города Паунаса, где с благословения отца Николая Мурашова мы проводим уже пятый год, вот в этом году будет юбилейный, фестиваль Покрова, где читаются не только православные тексты, но тексты представителей любых религиозных конфессий, любых национальностей. И, конечно, я не могу не отметить роль Элен Коффман, молодой поэтессы, которая приехала из США на наш предыдущий, вот этот вот четвертый фестиваль Покрова, и с ее помощью этот сборник имел возможность прочитать перед вами в виде свет. То есть во всем мире есть люди, чистые душой, которые понимают значимость и ценность духовного слова. И теперь мне бы хотелось предоставить слово аналитикам, которые прочитали этот альмонах, ознакомились с этим альмонахом и сегодня представят свое видение этого, я бы сказала, литературного юбилея. Сначала либо господин Иванов, либо госпожа Ребенка, кто хочет. Женщины, пожалуйста. Итак, Людмила Павловна Ребенко, председатель Русского собрания Литвы, мой преподаватель, строгий преподаватель, я вам тесно скажу, мое знакомство с ней было очень для меня не очень приятным. Это был второй курс университета, она прочитала какую-то мою работу, а там было слово словесность с буквой Т. Она говорит, так что, словесность от слова совесть, но я подумала, понимаете, что эта ошибка очень такая значимая, потому что действительная словесность от слова совесть, быть в совести нет русской словесности. Добрый день. Вы знаете, вот вы здесь сидящиеся, сидящие, представляетесь мне, как люди, которые совместно со мною читали этот альманах. Понимаете, он настолько глубок, он настолько захватывает нашу жизнь, но душу каждого из нас и опыт на каком-то этапе каждого из нас, что такое впечатление, что вы не слушатели, вы сотворцы, вы соучастники того, что происходит здесь, вот в этой вот жизни. Это жизнь, это наша жизнь. Это жизнь, это не наша жизнь, потому что она охватывает регион скандинавских стран и прибалтийский регион. И поэтому материал здесь собранный, он нам очень и очень знаком и в то же время он открывает для нас мир, который для нас, естественно, мало знаком. К сожалению, сегодня я не могу предстать аналитиком, как меня представила Эляна Суденя, потому что для того, чтобы быть аналитиком этого сборника, надо его глубоко пропахать. Для этого нужно время. Времени было немного, спасибо тем, кто привезли, безусловно. И, к сожалению, я только бегло ознакомилась с этим сборником. Но почему Эляна попросила меня сегодня выступить? Потому что я представляла первый сборник, и у меня возможность есть сравнить первый сборник, первый альманах и второй альманах. Прежде всего, огромная благодарность составителям. Это такой труд. Подъять такой труд, это действительно надо быть настоящими служителями искусства, настоящими творцами, настоящими подвижниками. Какими является вот этот вот творческий коллектив, представленный здесь частично, но мы знаем редакторскую коллегию. Это действительно удивительные люди. Они собирают в самом деле по всему миру материал и отбирают то, что сегодня значимо, то, чем мы живем сегодня. И вот не зря выступавшие сегодня духовные лица говорили о скучании по Богу. В самом деле, это отличает тематику, поэтическую тематику этого альманаха. Она строга. Она, вы понимаете, она выражает те чувства, которые, конечно, испытывают авторы. Это мне особенно поразила Екатерина Полянская, Наталья Кошина. Удивительные авторы. Одной из них нет в живых, а другая жива, врач петербургский и поэт, переводчик. Так вот, что в этой поэзии? Это не просто личные переживания, передача личных каких-то эмоций, переживаний. Это такие переживания, которые, прочитав которые, ты ощущаешь, что да, это сродни. Это как большой поэзии, крупной классической поэзии. Ты читаешь, и кажется, что это не ты написал, естественно, но ты это пережил. Это тоже твое. Тут такой высокий уровень, который, понимаете, он действительно поднимается над бытом, над такой каждодневностью, над такой вот, понимаете, честной, такой нравственной обыденностью. Я бы сказала, удивительный уровень поэзии. Я не говорю о том, что сборник армонах исключительно многожанров, многогранен. Здесь и поэзия, здесь и проза, здесь и критика. Интересно, что прозаики становятся критиками. Интересно, почему? Понимаете, проза, она слишком гладкой какой-то стала, и она как-то не очень задевает. А вот критика, она, если это критика, действительно, она зубастая, она достает до глубоких вещей. И вот одна из авторов, Нина Гейде, в прошлом сборнике выступившая как прозаик, здесь она выступила как критик, критик датской поэзии, критик вообще датской литературы. И меня поразило то, что она говорит о тематике и о духовной атмосфере жизни Дании. Датская литература, как сказать, между двумя полисами. Жизнь и смерть. Жизнь настолько сера, что интересно писать о смерти, потому что смерть загадочная. Ну, невозможно остановиться, вы понимаете, беглое такое вот прикосновение, оно только интригует. Я вот, понимаете, начала читать этот сборник, не могу оторваться, потом нужно оторваться на какие-то дела, опять перебегаешь к этому сборнику, но не успеваешь всего прочесть. Не успеваешь всего прочесть. И, наверное, счастливо, счастье в этом сборнике, в этом альманахе то, что если западноевропейская литература, я имею в виду скандинавский ее регион, она такая малодуховно-подъемная, скажем так, то наша литература, потому что здесь и Питер представлен, и Прибалтика представлена, она спасается, наверное, действительно вот этим ощущением Бога. Это ощущение Бога сильно у нас, и это действительно хорошо и спасительно для нас. Я бы хотела тоже прочитать одно из стихотворений Екатерины Полянской, которое, может быть, состоянию, которое испытывает наше поколение. Наше поколение это уже, как сказать, очень и очень солидное поколение, а мы все принадлежим именно к Нему. Именно к Нему. Послушайте, как оно вот упадет на душу или нет, ляжет на душу или нет. Мне приснилось, что я никому ничего не должна. Никому ничего. Разве что Господа Бога. Осушила до дна. По счетам расплатилась сполна. Сполоснула стакан. И могу собираться в дорогу. Тишина до краев наполняла колодец двора. Заливала сквозь окна квартир, обветшала их гнезда. Растекалась по крышам. И зеленоватые звезды Безмятежно дышали. И я понимала, пора. И без горечи вспомнив друзей, позабывших меня, Или попросту канувших, сгинувших в вечности сонной, Я седлала коня. Я спокойно седлала коня, Чтоб скакать на восход. Бесконвойно и неподзаконно. Удивительные стихи. Теперь несколько слов о прозе. Есть интересный здесь в начале альманаха Расскаж жертвоприношения. Его можно читать по-разному. И фантасмагорически, и реалистически. И по-разному читать. Но очень интересно, как в жизни Мы, понимаете, явления нам непонятные Или, как сказать, кажущиеся таковыми. Мы очень интересно всегда интерпретируем. И вот эти разные способы интерпретации, Когда будете читать, обратите на это внимание. Разные способы интерпретации, Они создают такое комическое впечатление, Что вспоминаешь Булгакова, Вспоминаешь Платонова, Вспоминаешь еще других сатириков. Понимаете? И не только сатириков. Вот эта трагикомическая основа, Трагикомическая атмосфера нашей жизни, Они просто поразительны. Как авторы схватывают ее, И какая-то глубокая действительно правда. По-моему, в этом сборнике, По сравнению с прежним, Нет драматургии. Я не знаю, Юлия, Нет драматургии. Это вопрос, конечно, почему. Почему нет. Но здесь есть зато сильная критика, Есть сильная проза, И, на мой взгляд, Особенно сильная поэзия. Поэзия высочайшего класса. Можно говорить очень долго, И нужно говорить очень предметно, И очень целенаправленно об этом сборнике. Сегодня я не готова к такому разговору, Но если бы мы прочитали с вами, Здесь сидящие, Ознакомились с этим сборником, И вот сели бы за круглым столом И поговорили, Это было бы действительным, по-моему, Отдохновением наших душ. Спасибо. Благодарим Людмилу Павловну. И прежде чем Обратиться К другому, К второму аналитику, К человеку, которого я попросила Проанализировать этот сборник, Я бы хотела Представить сейчас Замечательную женщину, Которая Своим трудом Предоставляет возможность Нам всем Увидеть Фестиваль Покрова В интернете Эта женщина приехала Единственная из Каунуса сегодня Я приехала раньше Понимаете Благодаря Ее усилиям Мы это все видим Итак, Ирина Барламова Пожалуйста АПЛОДИСМЕНТЫ Вот из света Из самопожертвования Наших душ И создаются Вот такие Соборды Чудеса Как наша сегодняшняя встреча Сейчас мне бы хотелось Предоставить слово Валерию Иванову Валерию Иванову Я хотела бы сказать Что здесь Вместе С Валерием Зубаковым Представлен Аналитический текст Очень интересно Сделанный Беседой Двоих замечательных Интеллектуалов О Творце И Я хочу сказать Что была Такая проблема Как доставить Эти лимонады Из Латвии Сюда К нам Вот На этот Сегодняшний Наш с вами Сказать Праздничный Собор И Я попросила Валерия Иванова Вы не могли бы Привезти Эти лимонады И жрели Он говорит Конечно Конечно могу Но потом Появилась Другая Идея И они сказали Немножко позже То есть Вот эта вот Готовность Опять же Понимаете Жертвенности Вот Это конечно Дорогого стоит Итак Валерия Иванова Спасибо Большое Здесь Понимаете Здесь Я очень Людмиле Я очень Признателен Что она Осветила Весь Альмонах Я Немножко Так сказать Сузил Свою тему Я Ее Сузил До той части Этого Альмонаха Которая Называется Покрова И Внимательно Прочитал Все Произведения Ваши Уважаемые Друзья Которые Там Запечатлены Я читал Их как Не только Как человек Который Любит Литературу Как Историк Я читал Прежде всего Их как Философ Почему Потому что Тот Труд Который Сегодня Мы с вами Здесь Творим В Литве Где русский язык Во веки вечный Был Есть И будет Потому что Здесь Автохтонный Этот русский язык Позволяет Расширять Вот на этой В этой В этой грани В этом Соприкосновении Запада И Востока Католицизма И Православия Ну плюс Еще и Атуранство Здесь И иудаизм Здесь есть Мы все это Прекрасно Например Музульманство Татары Здесь тоже Есть Вот Вильна Она Исторической Точкой зрения Была Ну вот Если хотите Одним из таких Теоретических Или интеллектуальных Центров Скажем Мирового Иудаизма В межвоенное Время Пока не образовался Израиль Государство Израиль После войны Вторым центром Культурным Был Прага А денежным Центром Как вы знаете Был Лоб Это вот Так С точки зрения Еврейства С точки зрения Нашего русского Интеллектуального Так сказать Приоритета То здесь Тоже мы имеем Первого Автора Первой Грамматики Здесь Вильне Или Она была Здесь Ивье Или сейчас Вегас Она здесь Проходили Первые мыслители Здесь Жили Очень важные И политические И научные Все это Мы знаем Вот Поэтому Наша роль Вот в этой Всей Реальной Среде В историческом Контексте Отнести Это Достояние Это наследие И передавать Его Нашим Предам В чем Философский Смысл Нашего Сейчас Деяния Наших С вами Действий Это в том Что в мир В то время Когда мир Вступил В постмодерн Когда разрушаются Все нравственные Рустои Которые В течение Веков Формировали Сознание И культуры На религиозной Почве Вот Всех народов Которые жили Здесь В центре Европы Мы Пытаемся Через свое Творчество Сохранить Передать Нашим Детям Нашим Обществом Трансфер Те Высокие Нравственные Идеалы Которые Значит Мы несем В себе Которые Сохранили И несем В себе Людям Опираясь На православную Церковь Скоро уж мы Православные Русские Люди Но Делая это На светском Поприще Вот Поэтому Я Очень Хорошо Это вижу Я очень Хорошо Это наблюдаю В том творчестве Которое Я читаю Которое Значит Вы несете Людям Эту Светочь Нравственных Идеалов Это Это Очень Важно Друзья Это Очень Важно Что мы Это Делаем Потому что Без нас Этого Никто Не Сделает И на Нас На Всех Лежит Эта Великая Миссия И поверьте Мне Я вам Как История Говорю Я Сейчас Удовольствием Читаю Читал В исторических Архивах Скажем Деяния Наших Предков Имперского Периода Здесь На Велинской Земле С чем Они Занимались Какие Культурные Мириадия Проводили Кто Здесь Там Добружинский Другие И сейчас Я Понимаю Прекрасно Что То Что Мы Сейчас Создаем Это Создаем И себе И сейчас Издание И почитают Наше С вами Произведение Мы Должны Понимать Это И быть Ответственным Не только Перед нами Здесь Но и Перед Так Сказать Перед Теми Кто Будет После Нас Я Скажу Мы Делаем Это Достойно Делаем Это Достойно Потому Что Нет Фальши Нет Лукавства Нет Понимаете Какого Такого Эгоизма Или Амбиции Таких Пустых Читая Стихи Я Позволил Себе Некоторый Такой Эксперимент Я думаю Каждому Из вас Вот Нас Было 21 Автор В Покровах Которые Пропечатаны Я Попробовал Одной Фразой Характеризовать Творчество Того То Что Он Там Написал Так С Вот С Этих Точек Зрения Которые Я Только Что Вам Рассказал Я Это Называл Афоризмы На Поэтические Экзорцизмы 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 Это Вот Дадут Собрать Наши Священнослужители Это Люди Которые Изгоняют Дьяволов Вообще Это Борются С дьяволом Мы Тоже Боремся С ним Через Наше Творчество Поэтому Я Называл Поэтические Экзорцизмы Если Они делают Крестом Веры И Службой И Служением Богу И Назиданием Вот То Мы Это Делаем Вот Своими Стихами Я Позволю Себе Зачать На каждого Из вас Автора Я Засчитал Я Сделал Такую Фразу Вы Не Обижайтесь Меня Это Мое Личное Восприятие Я Не Обладаю Как Говорится Приоритетом Абсолютной Истины Или Так Сказать Знание Что Из Красота Вы Знаете Люди Много Знают Ответов На Многие Вопросы Но Один Вопрос Никто Не Знает Однозначного Ответа Это Именно Вопрос Что Из Красота И Вот Здесь Понимаете Только Субъективное Восприятие Я Сделал Такую Работу Поэтому Через То Что Я Сейчас Прочитаю Вы Познаете И Меня Будет Такое Откровение Взаимное Лайна Диму Сюнини Меланхолия Стихов Своих Переживаний В природном Обрамлении А Рон Гал Разумное Сангустическое Осмысление Исходящего И себя Происходящего Ева Охтаева Действие Против Низлог Жизни Осмысление Себя В жизни Среди Людей Ольга Днемковская Я И художник Я И поэт Я И творчество Поиск Идеала Валентина Фатеева Чувственное Эго И религиозное Мировосприятие Валерий Зубаков Лирический Пессимизм И Меланхолия Стажущей Гармонии Души Галина Иванова Пессимизм Проникнув Философские Наблюдения О себе И людях Регина Канаева Проба Осмысления Происходящего Вокруг Элен Ков Философский Оптимист Религиозного Осмысления Жизни Иван Кунцевич Осмысление Себя И жизни Через Христианское Сознание Бытия Виктория Куракевич Гражданская Лирика Воспевающая Православную Русь Надежда Кабликения Женское Восприятие Христианских Обычек И женского Счастья Сергей Лавров Воспевание Торжества Православия Через образ Религиозного Бытия Эльмира Позднее Эмоциональное Мировотражение Перерывающей Личности Георгий Почуев Эсхатологические Настроения В стремлении Жить Антитезы Жить И антитезы Вот такие у него Валентина Скоржевения Вопрошение Религиозного Сознания К совершенству Мира Нина Хижи Романтическое Восприятие Окружающего Мира Чувственной Душой Елена Шеремет Рациональное Осмысление Мира Трепетной Ранимой Личностью Валентина Шереметьева Рассуждение Этического Свойства О себе И о судьбе Ну вот так я вас Увидел Господа А вам интересно Посмотреть Как в зеркале Как в зеркале Я все внимательно Читал И сидел В обнимании Что здесь Самая изюминка В чем А Валерия Иванов А Валерия Иванов Но я же Весь перед вами Пожалуйста Берите Кушайте меня С маслом Режьте меня На кусочки И сгоняйте меня Как говорил Аркадий Райкин Из известных Вот Да здесь есть И Валерия Иванов И Валерия Зубаков Разумно Действуем Эксотирным Апофеозом Но не Антагонистическим По своему смыслу И наполняющим Друг друга Это наше Рассуждение Относительно Бога Кстати я вам скажу Пару слов Об этом Знаете Это экспром был Мы не готовились К этому И он даже не знал Что я себе Все это там фиксирую А я же человек Историк Мне все же надо Так сказать Имар Афимович Чтобы потом Вернуться с мыслью Так вот Я могу сказать Что он Мне написал Ему так Смотрю Он мне красиво Отвечает Я ему тоже Подиграю Вызываю его дальше Боюсь пугнуть А в результате Получился Древнегреческий Философский Диал Господа Это не что иное Как возвращение Туда На две с половиной Тысячи лет И у нас получилось Самое удивительное Я даже сам потом Два человека Нормальных Современника Вот так спокойно Мы в скайпе Приседовали На такую высокую тему Так Обыденно И сведется объяснять Не задержание Что такое скайп А может быть Может быть Так что вот здесь И мне очень интересно Была публикация Лидии Новиденко Которая из Калининграда Редактор журнала Янтарь Которая тоже Очень интересная статья Об алтаре Который стоит сейчас В главном Калининградском соборе Православном Это оказывается Мемельский Алтар из церкви Которая была еще В прошлом веке Значит Построена при церкви Вот Оттуда он сохранился И сейчас он находится В Калининграде Тоже очень интересная статья С большим удовольствием Прочитал Так что я не буду задерживать Особенно вашего Внимания Уважаемые друзья и коллеги Критика Вещь неблагодарная Я не буду Заниматься этим делом Никогда Именно каждого Конкретно Потому что Знаете Если человек пишет То есть он графоманией Занимается Ну это же видно И так говорится Даже не будешь На это обращать внимание Видишь там Рифмовку подбирает А сказать ничего не умеет Это стихотворение Это же смысл Что стихотворение Вы же сами понимаете Это прежде всего Смысл Это во-вторых Чувство Это прежде всего Мелодия Это всего Так сказать Мы строим Это значит Или это мажор Или это минор Как в музыке Это музыка В словах Стихотворение И вот если человек Чист душой Он напишет Хорошие стихи Он будет честно Говорить Что он думает И как он чувствует И мне кажется Вот это важно Я прошу вас всех Сохранять Большое спасибо Большое спасибо Аплодисменты Такие друзья Есть еще Третий аналитик Я говорила Пожалуйста Сядь вот сюда Президиум Сядь в те Но эта замечательная Женщина Сказала Нет Я лучше На вас на всех Посмотрю Это серебряное Перо Руси Эльмира Позняя Которая тоже Анализировала Этот альманат И сейчас Она скажет Несколько слов Может быть Вы удивитесь Что я держу В руках Не Океанус Сарматикус А журнал Велика Калининградского Редактора Лидии Деводенко О котором Вот Упоминали Уже здесь В этом журнале Опубликован Очерк Нашего члена МАП Владимира Вахрамеева Которого Вы хорошо Знаете Он к нам Приезжал Это Калининградец Это член Союза Журналистов России Международной Федерации Журналистов И член Нашего Республиканского Общества Международной Ассоциации Писателей Республицистов Это Замечательный Журналист Имеет Свыше Двух Десятков Государственных И ведомственных Конград СССР Российской Федерации И ЧССР Дипломант И кавалер Нагрудного Знака Клуба Главных Редакторов Четвертая Власть Сослуги Перед Прессой Лауреат Премии Журналист Года 2014 Номинации Память Это вот Книгу Которую Мы с ней Сделали Вместе Я не хотела Всех Печать Самое Интересное В этом Очерке То Что Вот Как раз Он Пишет Об Альмонахе Океану Сарматикус Первый Дум Очерк Называется Возросшая Духовность Русской Поэзии Литвы Я Позвольте Мне Чуть-чуть Зачитать Начало И здесь В этом Очерке Очень Глубокий Анализ Поэзии Нашей Республики Именно Русской Поэзии Начинается Вот так На днях Мой Старинный Приятель Известный Вентарном Крае Журналист В разговоре О современной Русской Поэзии Стран Балтии Привел Слова Антуана Дэцет Экзюкюри О том Что В современном мире Невыносимо Жить Без Поэзии Без Красок Без Любви Это Шире Чем Проблема Религиозной Жизни Являющейся Лишь Одной Из Форм Жизни Духовной А жизнь Духа Начинается Там Где Видимое Будье Рождается Из чего-то Что Выше Составляющих Его Элементов Возражать Другу Не было Смысла Ибо Во-первых Я был Согласен С его Мнением Тем более Что Поводом Для разговора Стал Литературный Альманах Океанус Сарматикус Главный Редактор Альберт Снегирев Подготовленный И изданный Калмусским Центром Культуры Имени Корсамина Руководителем Этого Интересного Проекта Идею Которого Несколько Лет Вынашивала Весной 16 Года Притворила В жизни Известной В любви Поэт И филолог Доктор Гуманитарных Наук Эляна Суотени Прекрасно Изданный Литературный Альманах Который Вместил На более Чем Трехстах Страницах Свыше Полусотни Произведений Авторов Из Несколько Стран Мира Стал Яркой Иллюстрацией Справедливости Приведенных Выше Слов Всемирно Известного Французского Писатель Милота Так что Во-вторых Это Основательное Литературное Издание Стало Своеобразной Иллюстрацией Значительного Роста За последние Годы Духовности Творчества Писателей И поэтов Художников И музыкантов Стран Балтийского Побережья В кратком Предисловии К изданию Читатели Найдут Ответ На непривычный Для многих Из них Вопрос Что такое Океан Сарматикус Кто такие Сарманты Почему Возникла Идея Выпуска Нового Литературного Альманаха Про Зайков И поэтов Пишущим На русском языке И так дальше И здесь Очень многие Характеристики Очень многих Поэтов Наших И Огромное Спасибо Владимиру Махрамееву За такой Вот здесь Уже Аналитический Анализ Каждого И даже Выдержки Из стихов Что касается Второго номера Вот этого Альманаха Я хочу Сказать Что Сергей Снегирев Ну До чего Этот Замечательный Литературный Аналитик У него По моему мнению У него Просто Нюх На высокую Художественную Литературу Я Его знаю Давно С того момента Как наша Организация Была создана 2008 год Он Мапа Главным Редактором Всех Маповских Изданий Там были И проза И стихи И были Планета Поэтов И Ну В общем Все Все Книги И Про Зайков И Поэтов Что Мне В этом Потрясло Меня В этом Альманахе Что Он Здесь Дал Много 87 Страниц Дал Поэту Из Сталина Михаилу Гафайзину Это Это Такая Поэтическая Махина И Вот Почитайте Я Не могла Оторваться От Тех Философских Размышлений Которые Там Есть Поэтическом И Этого Поэта Знаю С 14 Года Знакома С Ним Пришлось Мне Познакомиться С Ним На В Риге На Фестивале На Фестивале Балтийская Строфа Они Каждый Год Проводят Там Этот Фестиваль Русской Поэтии И С Тех Пор Я Все И Все Публикации Его Стараюсь Где-то Где-то Подхватить Там И В интернете И Везде И Я Была Просто Подрясена Что Ему Отведено В этом Альманахе 87 Страниц Спасибо Альберту Снегиреву Спасибо За Питерских Поэтов Там Тоже Замечательная Поэзия Высокого Класса Не Так Давно У нас Питерцы Были Пять Поэтов В гостях Мы Принимали Ну вот Наверное И все Что я могу Сказать Я очень Благодарна Ильяне Саудене За эту Великолепную Книгу Низкий Патрон АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И ДАЛЬСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ЕГО Огромная Благодарность Конечно За Поступление За слова Эльмиры Позней Но мне бы хотелось Еще Сказать Что В этой статье Владимира Вахарнеева Есть Совершенно блестящая На мой взгляд Формуировка Он цитировал Одного Из Русскоязычных Авторов По-моему Одного Из своих Друзей Калининградских И он Сформулировал Что В Литве И вообще В Балтийском Регионе Формируется Новый Класс Современной Русской Литературы Друзья Мои Ну скажите Что Может Что Может быть Больше Чем Счастье Быть Сопричастным К этой Формулировке Еще раз Повторю Формируется Новый Класс Современной Русской Литературы И мы Все Являемся Аплодисменты 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 Являемся Я считаю Я считаю Наши Сегодня Сборище Несколько Чудотвор Потому Что Вот Отгадайте Кто Привез Эти Альмонад Кто Конечно Иван Иванович Он Привез Их Сегодня Сегодня В 3 часа Он Выехал Из Риги Чтобы Их Привез Мы С Львом Петровичем Мессингисером Встречали Ивана Ивановича Конечно Как всегда Бывает Мы ждали Его не на той Платформе И когда Мы уже Пошли В администрацию Спрашивать Значит Где Этот автобус Нам сказали Что он Вообще Опаздывает Он Выехал Из Варшавы Заехал В Ригу И сейчас Опаздывает На 35 минут Мы пошли Спрашивать Где Этот автобус И кто-то Меня Взял Под белые руки Как сказать Я увидел Что это Иван Иванович Вот И мы Вот Лев Петрович Привез Вот эти Все Альмонад Вот сюда И Вот так Вот Творятся Чудеса И так Прежде чем Предоставить слово Ивану Ивановичу Я бы хотела Сказать Что он Напечатал В своем Ну так сказать В своей В своей Как сказать В литературной Студии У него Литературная студия Я здесь несколько Страниц В журнале Кофе Он Напечатал Статью По впечатлениям От посещения Фестиваля Покрова Вот Значит На 24-й Странице Покрова И я вам скажу Что когда я Прочитала Эту статью А когда Особенно Когда я Прочитала Стихотворение Которое Написал Иван Иванович Кунцевич Я была Совершенно Потрясена И восхищена А колокол Вновь Как живой Я Глажу Морщ Чугунную Язык С тяжелой Бичевой Лизнул Дорожку Лунную И просветленный Глухий Гром Пошел Гулять По городу Бим-бом Бим-бом Делит Бим-бом Слеза Упал Бороду В ушах Гудит В ушах Жбенит Вот это ж Надо Селище По городу Зажглись Огни И Тоже Светилище Друзья Браво Иван Иванович Женев Который Привел Сегодня Все Эти Лимонад Спасибо Спасибо За теплые Радушные Слова Статья Там В этом Журнале Корне Я написал Ничего Не придумал Так оно И было Как я ехал На Покрова С каким Чувством Вы представляете Осень Холодно На перекладных Ночью Там Так Было Так Ехал Все Так И было И я Когда только Вхожу На территорию Церкви И колокола Боже мой Утренний Туман Такой Небольшой Холодок Изморозь Уже Даже Может быть Чуть Чуть И не менее Листу Опавшее Много Много Листу Было В это Время Опавшее Удивительно Что У нас Лидии Не было Я не видел А тут Красота Природа Первозданная Этот Холодок Идешь И я Вхожу Только В ворота Вхожу В церкви И колокольный Звон Боже мой Ночь Не спал Ехал Ко времени Надо было Попасть Так Получалось Что С транспортом Вот И я иду Боже мой Неужели Этого Пойду Честь Да Ну Это же Было Звонили Никому Никого Кругом Нет Пусто Еще Утром Радом Это Такая Радость Такой Благовест Я думаю Вот ради Одного Этого Звона Уже Не надо Ну Можно То есть Это Счастье Что я попал В это Время Вот так Случилось Только Ради Одного Этого Еще Встреча Еще Должна Была Дальше В 12 Состояться А я Был Уже На Небесах Это Чудо Это Я Не Придумал Я Вообще Я Поэт Я Не Придумал Ну Как Некоторые Могут Фантазировать Я Не Могу Я Не Умею Фантазировать Я Вот такое мое устройство Я Вот такой Летератор Можно сказать О поэзии Сестра Очень тонко Очень глубоко Сказала Это вот Я тоже так думал Я это знаю В эту глубину Она соблюнула О поэзии Очень здорово Поэзии Мне Мне Хочется Много Чего Сказать Главное Поделиться Радостью Спасибо Людям Что Пригласили Меня Сюда Спасибо За общение С вами Хочется Поделиться Радостью И Чтоб Ваши Души Были Тоже Возмышленные Радостные Летали Ну Поэты Писатели Пока Душа Летает Пока Она Еще Что-то Может Она Приходит Пока Сюда Она Еще Значит Молодая Значит Жизнь Идет Не важно Сколько Там Лет Ладно Душа Душевность Общение Спасибо Я рад И счастлив Видеть Вас Я думаю Что Спасибо Редактору Что Включил Меня В этот Замечательный Альманах Редактор Я Я Вот Раньше Может Из вас Тоже Кто-то Еще Может До кого-то Не доходит Вот Редактор Вот Такой Это Такой Ну И Что Я Тоже Может Быть Много Ну Несколько Ну Два Года Назад Может Быть Год Назад Может Быть Я Тоже Не Обращал На Дум Ну Редактор Редактор А Вот Мне Из Года В Год Когда Пришлось Заниматься Поэтической Страницей В журнале И Я Формирую Эти Страницы И Потом Я Подумал Боже мой Это же Журнал Издан Журнал А я Где Моя Работа То есть Нету Вот Люди Вот Там 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 Эти Есть Мне Это Не Видно А Где Я А Вот Это Именно Страница Вот Я Формировал Ее Думал Подбирал И Каждый Раз Выпуск Нового Журнала Каждый Раз Это Новая Работа Это Произведение Произведение Редактора Это Большой А здесь Тем более Что там Говорит Какая Большая Заслука Редактора Здесь Правильно Говорили И акцентировали Редактор 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 Если бы Я не занимался Вот этим Детом Я бы не знал Пролетело бы Мимо ушей У меня А теперь Я сердце И душой Знаю Чувствую Что И Каждое Каждое Произведение Где Редактор Это Его душа То есть Мы читаем Автор Такой Такой Это Тут набор Авторов Это Можно сказать Набор Ну и что Авторы А фактически Составил Редактор Вот Рисунок Придал этому Произведению Редактор О стихах Пока Ладно Я положу Пока я ехал сюда Ну как же Едет Поэтому Что же Я знакомился С Альманахом Почитал Произведение Авторов Я тоже Первый раз Только-только Увидел его И вот такие Альманах Волнительные Стихи Волнительные И невозможно Они меня Наверное Расшевелили И я вот Такое Ехал в автобусе И написал Стихотворение Я не придумал А вот то О чем я думал Вот оно Вот я еду В автобусе И написал К друзьям Довольно Пасмурно И стыло Дорога Тянется Уныло Бегут Деревья И густы Касаясь Редкой Красоты Автобус Едет Мчится Вдали Осталась Рига Нет Печали А Вильнюс Вот он Виден Весь Как на ладони Счастье Есть Здесь И костелы И дворцы И остробрава И венцы Домов Усадеб И церквей Здесь Здесь Мир Распахнут И дверей Вильняли Сюду И друзья Которым И стремлю И стремился Я Друзья Которых Лучше Нет Любой Из них Душой Любой Из вас Душой Поэт Любой Из вас Мне Дорог Очень Люблю Вас Всех Круг Дружбы Прочин Пусть Будет Он Таким Всегда В нем Каждый Яркая Звезда Кто Ярче Всех Сказать Нехудо Любой Поэт Здесь Свет И Чудо И в Мире Нашем Не Секрет Вильнялин Истинный Поэт Сейчас Я Почитаю Стихотворение Вот отсюда Немножко Конечно По пробах Говорили о воде Вот Вот такие строки Есть Дорога к Богу Сколько может быть на свете Дорогих тебе вещей Сразу Разве кто ответит Что желание душе Утром Солнечное небо Ночью Звездная метель Или та земля Где не был Палих в росписи Игжель Или может ближе сердцу Берег Яхта Шум волны Здесь мы все Единоверцы Выбрать многое Вольны Дорогих вещей Так много Но дороже мне всего К Богу Вечная дорога От порога моего Аплодисменты Аплодисменты Сидели за столом Сидели за столом Дружеском В теплом кругу Ну вот я говорю Меня приглашают В Вильнюс На презентацию Я вот поеду Привет им передать Не передавать Все хором Все хором Дружно Громко Вот Конечно Ты что Иван Иванович Очень мощно Мощно Дружно сказали Что Чтобы Иван Игра Привет Вот Я привет Теплый Сердечный От членов Отвеско-российской Ассоциации От русских людей Передаю Хорошо Передаю Здесь я привез Вот последний Журнал В этом журнале Ваши поэты есть Здесь Анна Абра Шараносова Вот Елена Шеремет Ева Ахтаева Вот Ну тут Журналы я передам Илья 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 Передадите Потом Илья Пожалуйста Вот Так что Пишите Пишите Больше Чаще Приезжайте К нам в гости Отлично Спасибо Аббонир Друзья Давайте Поаплодируем Поблагодарим И отца Олега Илья 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 Зато что Не нашли Возможность Прийти К нам в гости Мне очень удобно Что надо Уходить Потому что На самом деле Очень интересно Я перед этим Как раз Был у вас Здесь Недавно Такое Собрание Поэтическое Вдохновение Мне Моя сестра Сказала Научиться Здесь В Белинском Университете На филологическом На генетическом Факультете Говорит Что вот будет Я пришел И мне очень Порнется Очень благодарен Спасибо Господи Уважаемые коллеги Когда Мы С Иваном Ивановичем И Иваном Петровичем Пришли Вот эти Все Альманаки Сюда Я думала Что бы такое Хорошее Сказать Чтобы он Благодарить Этих Людей Понимаете Что вот мы Вот Что мы Везем Вот эти Альманаки И я Тогда Вспомнила Это неточная Цитата Слова Надежды Мандельштам Которая Написала В своем Дневнике Что когда Осип Мандельштам Познакомился С Николаем Думилевым И когда Леву Леву Петровичу Мессингисеру Удалось Создать Вот эту Общность Которым Не только Я Но и Многие Могут Объединить Себя Словом Мы Итак Лев Петрович Мессингисер Вице-президент Международной Ассоциации Писателей Знаете Я уже говорил На презентации Первого номера Альманаха Потому что Издание Такой масштабного Альманаха Это вообще Значительное событие В литературной жизни Литвы И мне очень приятно Констатировать Что Что в Литве Вот Издается Такой Альманах На таком Солидном уровне Мы Как бы Коллеги Будем говорить По цеху Мне тоже Приходится Возглавлять Издание Издание Ступини И мы Много Конечно Смотрим Читаем Как издаются Как формируется Программа Как формируются Авторы Таких Изданий И мне Очень приятно Осознавать Что у нас Есть возможность Взять пример Что ли Потому что Уровень Этого Альманаха Будем говорить На сегодняшний В Литве Вы Вы Высокопрофессиональные На русском языке Я думаю Что это Очень Очень Значительное И солидное Издание И мы Просто признательны Ляме Судине Что мы Можем Ну Равняться Что ли Или Читать Такие Вещи И Пытаться Быть На На уровне Таких Вот Солидных Изданий Большое Вам Уже Не Один Год Вот И Благодаря Снегиреву Мы Сейчас Имеем Даже Возможность Публиковать Наших Авторов Снегирев Будет Помогать В Издании В будущем Каких-то Личных Так Снегирев Наших Авторов Большое Вам Спасибо Примите От меня Маленький Скромный Подарок АПЛОДИСМЕНТИМ 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 Я хочу сказать Что Их Петрович И Очаровательные Господа Отвора Они Всегда Очень Внимательны Это Все Моей Маме Он Г滙банил По телефону Сказал Для Паша Мама Есть Подарок Я даже Знаю Как ходит АПЛОДИСМЕНТИМ 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 Я хотела бы Я хочу особо подчеркнуть, что, честное слово, моя роль это только идея. Только идея, все, больше ничего. Все остальное сделали эти замечательные люди. Идея вдохновляет, все. Она материализовала. А теперь я хочу поблагодарить всех выступавших, всех присутствующих. Особо я хочу поблагодарить госпожу Аливиду, потому что благодаря ее такту доброжелательности мы имеем возможность в этом вот уютном, прекрасном здании проводить презентации. Я надеюсь, не в последний раз. И поскольку мы должны с Ирочкой сегодня уехать рано в Каунас, я хочу завершить нашу, так сказать, торжественную часть письмом. Одним письмом. Это письмо, отклик на второй номер Альманаха Апианос Сарматикус. Это письмо, я потом скажу, кто автор. Это письмо, конечно, предназначалось не для прочтения публичного. Я никого не предупредил, его читаю, так что пусть меня все простят. Это человек писал от души. И поэтому, я думаю, что это правдивые слова. Очень пришлась по душе миниатюра розы Шурниковой «Золотая рыбка». Глубокий, прямо стереоскопичный текст. Широко очевидные ассоциации. Настоящая удача журнала. Отличная, сильная проза Владимира Орданского «Жертвоприношение». По-чеховски, драмы и комедия в одном стакане при отсутствии дидактики. Живые, безискусно красивые стихи Натальи Костиной восприялись благодатно и благодарно. Каждое стихотворение со своим ликом. У Екатерины Полянской хорошим показалось избранное, с рифмами, особенно святой Борис. Александр Фролов великолепен. Его подборка среди лучшего в современной поэзии. Цикл «Трое, грозный, транзитом, по силе, свободе повествования и широке сознания и сопряжения образов и времен не уступит товарищу Бродскому. Способ описания событий переводом в другую плоскость или сферу выполнил красмейстерский. Встречу с Александром Горбичем милость Божия. Замечательно, интересное прочтение имя река под именем Шекспира. С сильнейшей алчностью прочел бы его Гамлета, Мамбета и все, до чего он добрался. И воспоминания о нем прекрасно написаны. Комментировать их незачем. Эти воспоминания его через любое чистилище проведут. Литературам лудум. Алексеем Бердниковым сказано, что в Онегине самая длинная глава из 70 строк. Должен сообщить, что самая длинная глава, вторая, из строк в ней 60, близко воспринял Анатолия Гершковича. Тут уже судьба и мука душевно-телесные творят поэзию. Или поэзия – душевно-телесное преображение. Душа растет в муках, а плоть не поспевает за ней. Поэтому стихи его – живая художественная материя. После чтения этой подборки духоподъемно и с жесткой ностальгией послушал Клячкина. И за эту жесткую ностальгию благодарен Анатолию Гершковичу. Ну, сейчас готовьтесь. В международном фестивале духовной поэзии по кровам очень понравился Валерий Зубаков. Живая материя, рожденная сильным, объемным умом и живым сердцем. Очень принялась в душе подборочка Нины Хижель. Все три стихотворения очень хороши. Жаль, что ее здесь так мало. С большим вниманием прочел полемику Валерия Билинского и Валерия Зубакова «Бог и человек». Владимир Френкель, Владик Владимирский, начал читать с интересом, но как дошел до заявления, что автор увидел в песнях Галяче интеллигентскую позу и отсутствие подлинных собственных художественных решений, то испытал настоящий священный гнев, переходящий без зрения. А Высоцкий, который при чтении никакой, у него стало быть подлинными собственными художественными решениями с ними? Ладно, и это оскорбление на общий счет на нижем, как учил Владимир Владимирович. О пароде эпиграммы, ремейке Владилена Владимирского сделаны мастерски, и многие многое возродили в читательской песенной памяти. Так что очень рад этому знакомству. И к этому письму был эпиграф. Эпиграф, на мой взгляд, совершенно потрясающий. Того не приобреть, что сердцем не дано. Георгий Георгиевский. Один из авторов этого монаха. Благодарим всех присутствующих. Все, сейчас уже торжественная часть закончилась. Сейчас уже, послушайте, друзья мои, альманаки получают в подарок те, кто приехал в Каунас, кто был, выступал в этом храме. И, пожалуйста, подходите, берите альманаку. Огромное. Я хочу сказать, что кто оставил куртку желтого или коричневого цвета? Госпожа Регина отнесла туда, на первом этаже. Кто с нами? Вот там ищите ее, где Регина повезет.